Министр национальной экономики предложил идею оформлять отчестность в электронном виде, ведь наша страна охвачена полностью интернетом. Вопрос связан с проектом закона о новом регуляторном политике в сфере предпринимательства. Депутаты, недовольные нововведением, поручили внести поправки во втором чтении. Отчетность предпринимателей с 2023 года должна вестись только в электронном виде. Такое предложение внес министр национальной экономики. Но проблема не только в поисках интернета. Есть те, кто не могут принять такой вариант. Кенжики Каптюлёва считает, что для этого необходимо сначала подготовиться. Кто-то может сдавать документы в электронном виде, кто-то нет. Если мы ошибемся в нескольких цифрах, так как не знаем, как сдавать в электронном виде, то могут быть наложены штрафы и пении. Поэтому мы хотим, чтобы отчетность осталась в бумажном варианте. Жители села охотятся за интернетом. Скорость сети в 768 населенных пунктах очень медленная. В 1 200 селах сеть даже не ловит. Ситуация улучшится только к 2025 году. Депутаты заметили актуальный законопроект, и председатель Мажориса тоже высказался по этому вопросу. Вы заранее ставите предпринимателей страны в такие условия, когда, не обеспечив доступность качества интернета, не научив работать с цифровыми документами, вы уже предусмотрели в отраслевых законах ответственность за исполнение требований всех информационных регуляторных инструментов. Но если вы такие требования закладываете, вы тогда к предпринимателям. Но тогда вы и к себе заложите, пожалуйста, высокие требования. Депутаты одобрили решение ввести отчетность в бумажном и электронном видах. Мы представили это перед правительством. Наша инфраструктура не готова. Учитывая замечания депутатов, поддерживаем идею ограничить сроки проведения отчетности в цифровом виде. Министр национальной экономики был удивлен. По его словам, при подготовке законопроекта не было никаких нареканий, ведь представители компетентных органов единогласно одобрили. По приезду в офис вместе с Багдатом Мусиным и с другими коллегами решим этот вопрос. Документ нужно еще раз перепроверить до направления его в Сенат. Кто из законопроект остался на обсуждении во втором чтении?